И в завершении выпуска воспитанницы детской школы искусственной Рейнмара Юлия Азорина и Даша Честнейшина достойно представили Ненинский округ на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры». В номинации «Классическое инструментальное творчество» фортепианный ансамбль завоевал диплом лауреата первой степени. Легко ли далась победа, расскажем в следующем сюжете. Такие разные и такие похожие. Воспитанницы детской школы искусственной Рейнмара Даша Честнейшина и Юлия Азорина представляют фортепианный ансамбль. Одна из главных особенностей игры в четыре руки на одном инструменте – умение чувствовать ритм друг друга. В ансамбле вообще играть сложно, потому что, когда ребенок играет сольно, он отвечает, как девочки сказали, отвечает сам за себя. Какое-то малейшее отступление, допустим, от темпа, какие-то там заминочки такие, они могут и не сказаться на общем впечатлении. А когда играют вдвоем, это, конечно, сложно, потому что если где-то один застрял или что-то произошло, то второй должен быстро сориентироваться, и чтобы не развалился вот этот ансамбль, чтобы образ, который они пытаются создать, он тоже был передан. И умение слушать друг друга – это не всегда, потому что даже себя ребенок порой не может слушать, а тут надо слушать себя и другого, да, и слышать в целом произведение. Девчонки – настоящие виртуозы своего дела. Подтверждение тому – заслуженные награды, полученные на различных конкурсах и фестивалях. В ноябре Юля и Даша привезли еще один комплект – кубок и диплом лауреата первой степени Международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Казанские узоры», а также сертификат номинанта ежегодной международной премии «Артист-2019». Мы просто очень готовились долго и усердно, и должны были что-то хорошее получить. То есть настрой такой был привык, да? Да. Конечно, было волнение. Готовились мы еще с того года, но в том году, ну, мы хотели еще в том году поехать, но не получилось по кое-каким причинам, поэтому мы поехали в этом году. Очень усердно работали, выступали на многих конкурсах, чтобы опыт наработать, навык. В поездке в Казань девочек сопровождали их наставники – преподаватели по классу фортепиано Надежда Ароновна и Алла Петровна. Признаются, за своих воспитанниц волновались больше, чем сами девочки, ведь конкуренция у них была серьезная – более 750 участников из 32 регионов. Переживаем, конечно, чтобы все было цельно исполнено, образ, чтобы был изображен звуками, вот, чтобы смотрелись они тоже, как положено на концерте. Переживаем всегда. Но вы на выступлении где находились? На сцене или взять им надо? Нет, на сцене. За сценой, за кулисами. Мы всегда там находимся. Потому что их все равно нужно поддерживать, они же тоже нуждаются в поддержке. Какие вопросы, ценные слова, которые у вас перед тем, как вы на выступлении? Ой, разные слова. Думать, не обращать внимания ни на кого, конечно. Только думайте о своем выступлении, о своей игре. Сложность этого еще конкурса, может быть, была в том, что это, наверное, первый конкурс из всех, что мы ездили. Не было вообще предоставлено время для разыгрывания и место для разыгрывания. Потому что у нас нет инструмента перед носом, допустим, как баян или домра, да, которые могут взять и где-то в уголочки поиграть. Нам нужен класс, нужно помещение. Вот в этот раз мы ездили первый раз, нам даже разыграться негде было. Единственное, дали 4 минуты на сцене, это как проба звука. Вот, мы, конечно, из этого еще очень волновались, думали, как девочки сыграют, как настроятся. Потому что пока мы в дороге, потом у нас день был, пока тут организационные вопросы решались, то есть практически два дня без инструмента, третий день у нас был конкурсный. Поездка в Казань оказалась очень насыщенной и интересной. С мастер-классами, круглыми столами и экскурсиями. Добавлю, что поездка финансировалась за счет собственных средств преподавателей и участниц ансамбля. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север.